Как же много прорывов и рывков принесло начало нового срока Владимира Путина. Повысили цены на топливо, тарифы ОСАГО, практически решили вопрос по повышению пенсионного возраста, подняли НДС, снижается рост и без того мизерного ВВП. И вот-вот Центробанк ключевую ставку поднимет, инфляция растет. И все это исключительно после выборов. Заранее, конечно, предупреждать никто не собирался. Власти будто с цепи сорвались. Благосостояние граждан, на котором так пекутся президенты правительства, все больше ими же и объедается. Но надо сопротивляться, уверен экономист экс-зампред счетной палаты Юрий Болдырев. Он поделился своим мнением с накануне ТВ. Причем четыре года назад обваливаются в два раза безнаказанных, а все, что они говорили, вообще не имеет никакого отношения. Дело имеет отношение с их простором счетов. Как из нас вытащить еще, как снизить обязательства государства перед гражданами. Обваливаются в два раза. В два раза по реальной покупательной способности снизили свои обязательства перед гражданами, перед пенсионерами, даже перед предпринимателями, которые заставляют хранить оборотные средства в рублях в наших комиссиях. 47. Захотят снизить еще, то ли в пенсиях нам откажут, в здравоохранении откажут, в чем угодно. Держи солгавши. Четыре года назад на высшем уровне нам было заявлено, что тех, кто получает и тратит в рублях, это не затронет. Ну-ну, и как там со стоимостью лекарств, автозаместей, строительного и технического оборудования, я уж не говорю про сложное технологическое оборудование для производства. Как там с нашим Суперджет-100, у которого 80% иностранных комплектующих. Солгали, глазом не моргнули, ничего, безнаказанно прошло, снова как будто мы переубрали. Значит, проголосовали за то, что нас грабить можно безнаказанно. Власть-передержащие всячески стараются показать, что действует результативно. Главный показатель для них рост ВВП. А что, коммерциализировать бесплатные услуги, отдать на откуп частникам услуги, предоставляемые государством, собрать с этого налоги – вот и рост ВВП. Не важно, что народ стал платить за все, государство снимает с себя любую ответственность и заботу о гражданах. И все это только усугубилось после президентских выборов. Но если мы с вами совсем наивны, то мы с вами должны искренне поверить, что это только совпадение. И тех, кто совсем наивны, невозможно переубеждать, говорить «нет, нет, это не совпадение». Они искренне верят в совпадение. Им очень хочется верить, что царь добрый. Значит, моя позиция совершенно другая. Даже по такому вопросу, как пенсионные обязательства государства, сейчас искусно не дают переферендум. Как вы знаете, инициативную группу МКПРФ под надуманными предлогами отказали, и тоже стали регистрировать подставные группы, для которых заволокить эти вопросы и не дать собрать подписи за референдум. Они заблаговременно внесли законно норму о том, что в каждом регионе может быть одна группа. Но, естественно, не настоящая подставная группа, которая вопрос заволокить. Мир устроен так. Живые существа и сообщества, не сражающиеся за свою жизнь, неизбежно будут уничтожены. Наш народ еще никак не хочет это понять. Или пребывает и в индустрии, что наши власть, наследники узурпаторов 93-го года, они как будто бы в этой борьбе с нами, а не против нас. Значит, до тех пор, пока не придется сознание, что мы отдельно, а они уничтожают нас, до тех пор нас будут уничтожать всеми возможными способами. Совершенно бессмысленно прогнозировать, в каком порядке они у нас будут уничтожать. Важно осознать, что они у нас не дят. Они нас уничтожают. Надо сопротивляться. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для «Накануне ТВ». Подписывайтесь на канал «Накануне ТВ» и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение». «Экспертное мнение» и «Экспертное мнение» адреси Francisco